Ребята, а я на въезде на паром. Сейчас покажу вам, как буду ездить в первый раз с правосторонним движением. Тут первые свои рейсы я вам не показывал, как я начал работать, потому что у меня один телефон, на который я вот сейчас говорю, как раз он как навигатор у меня выступает, а на айфоне вечно памяти не хватает, поэтому толком ничего не снять. Сейчас попробую по Англии снять. А я стою сейчас в порту. Поставили меня на проверку. Сейчас я узнаю, когда ко мне подойдут из-за того, что у меня был депорт или из-за того, что с грузом у них вопросы возникли, не знаю. Ну, короче, когда в окно подъезжаешь, должен показать только паспорт. Они взяли мой паспорт, потом взяли документы на груз попросили, хотя во втором окне их уже не спрашивают. Потом спросили, что один ли я еду, потом спросили, что у меня загружено в прицепе, потом еще какую-то ерунду. Ну и, короче, сказали, вот паркуйся на парковку рядом с этими будками и жди, мой коллега к тебе подойдет. Так что сижу, жду. Сейчас посмотрим, что дальше будет. Субтитры сделал DimaTorzok Заезжаю на паром. Что-то я накосячил и не включил сразу телефон. Вот, блин. Короче говоря, все нормально, ребята. Прошел я проверку, час ждал, пока проверят, и только лишь 5 или 7 минут, 5 или 7 минут меня там посмотрели. Посмотрели, что в кабине нет темнокожих ребят каких-то. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Здравствуйте! 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 Извините, мне нужно дальше? Адже к вам нужно? Я могу сюда идти? Да? Да, всё. ok короче говоря уже качает немножко пароход можно идти смотреть что там есть и вас с собой взять вот смотрите ребята все начинается на обеде у начинается с обеда на пароме да знающие люди подсказывают что тут ужин они обед но в общем это рыба есть говядина и свинина на выбор пюре вот это зеленое что-то я не понял и это овощи может быть вам видно что это я попробую может потом расскажу вот ребята я стою на палубе метрюган здесь просто дикий хоть и не очень холодно хоть заезд сюда я и не снял но сниму как будем отсюда выезжать смотрите оттуда вышли такое море песка и волны волны следы вас конечно и телефон тоже держу и и ну в машине вот он, мой манчик стоит о, первый, видите залезаем быстренько и запускаем двигатель ребята не очень хорошо я снял заезд на паром но зато сейчас выезд с парома будем нормально снимать сейчас вот мы пропускаем всех, кто идет по левому ряду как видите, справа стена я самый первый стою самая правая сторона у меня правый борт парома вот сейчас проезжают те, кто слева с левого ряда идут, как видите, фуры и потом сейчас тоже и я поеду вот места уже вроде как нам тут хватает можно и понемножку трогаться потихонечку тоже поползем все, поехали и наша очередь пошло дело давай, давай все, погнали вот так здесь ничего сложного нет а вот что сейчас будет по Англии сейчас же поедем по левой стороне дороги ох ничего себе болтает, да? вот так а вот так вот так вот так я Здесь лучше крайний левый Вот она Первый косячок Хотя это как не косячок Там чувак на фуре перестроился в средний Я думал он тоже едет Так куда и мы на А2 Оказывается нет Вот видите уже все в другую сторону Ну на самом деле Если это в дулове держать То вроде бы Пока не доехал до кругов Вроде выглядит все реалистично Все то же самое Но в другую сторону Ладно ничего Потихоньку поедем Там видно будет Ничего себе здесь светодиодики Вон на дороге То я сначала думал Может у тебя курок какой-то Когда первый раз увидел Посмотрите внимательно Красные точки Слева Внизу около разделительной И справа тоже У линии белые точки Drive on left Links А Drive on left Предупреждают видимо после таможни Что только слева надо ехать Так Румын что-то походу тоже Думает что делать Да Необычно конечно Но на круге Нас так же все должны пропускать И сюда мы уходим Главное тут короче не расслабляться Внимательно ехать Иначе да Можно по привычке затупить Спустя Больше чем 15 лет Можно сказать Опыта езды С левым рулем Левосторонним Правосторонним движением Мне правда чуть-чуть полегче В Тайванде правда я ездил полгода Но в Тайванде я ездил на автомобиле праворульном Когда ты едешь по такой дороге с правым рулем То мозг мгновенно переключается как зеркало И вообще никаких проблем это не вызывает То есть все то же самое как бы только с другой стороны Но у тебя и руль с другой стороны И все маневры не вызывают вообще никаких проблем То есть через 5 минут там мозг перестроился А вот когда ты с левым рулем попадаешь на вот эти дороги То тут конечно неудобно То же самое что у нас На машине я пару раз ездил В России с правым рулем Ну 100% это неудобно Можно конечно что называется Жопу рвать и доказывать сколько угодно Что праворульные машины это круто Но лично мое мнение Что как ни крути это неудобно Неудобно обгонять Маневры неудобно на ней делать Еще что то В общем то же самое и здесь С левым рулем в Англии Поэтому самое главное Внимательно не расслабляться Ох румын румын Смотрите на задние колеса прицепа Вот так вот резину и продирают Потом она может и взорваться Колеса могут и взорваться И все что хочешь Из-за этого и шишки Смотрел то он видимо направо А резину забыл посмотреть Так у нас резина проходит Справа вроде тоже никого Можно двигаться Потихонечку главное В целом ничего страшного Все окей Все нормально До паркинга полтора часа Вот что не очень Можно газку прибавить По этому поводу На самом деле у вас так светло Я смотрю видео То что у меня снимает Xiaomi Вот в этом плане Камера квасная Я сейчас на айфоне Ну у меня шестой айфон Правда старый Но все равно Включаю видео Там вообще темнота Ничего не видно А сейчас только смеркается Еще А на Xiaomi Качество такое Как будто я еще днем еду Прикольно Субтитры сделал DimaTorzok Не знаю Что Англия Нормально в целом Не могу сказать Что бы какой-то Опять же Испуг был Так же Как и изначально На фуре Не могу сказать Что бы мне было Очень страшно Так и здесь Сначала Как я вам сказал Какое-то волнение было Предвкушение Так сказать А уже когда В бой вписался Поехал Уже вроде Ничего такого Все то же самое Плюс-минус Тем более С этими Ремонтами Европейскими Где Тут Ты по встречке Едешь То встречка Едет у тебя То справа То слева Тоже всякая ерунда Но немножко Конечно Все-таки Скажу так Непривычно Вот едешь Две полосы И смотрю Что все-таки Правые колеса У меня идут Почти По линии Разметки Вот этой То есть надо Влево Больше прижиматься А как-то Непривычно Ехать Прям по краю Вот так вот Наверное Надо ехать Да И с той И с другой стороны Сейчас где-то По 25 сантиметров Или по 20 От колес Так Где-то тут Должен быть паркинг Вполне возможно Что этот чувачок Тоже туда входит На паркинге Мы должны С коллегой Пересечься Потому что Он здесь уже Бывалый И Неоднократно Был в Англии Я лучше Поеду за ним Я вот только выехал И еду Разгоняюсь Нагоняюсь Да ёшкин ты кот А я на паркинг Повернул Алё Да я тебя не вижу Потому что я на паркинг Свернул Ёшкин кот Так вот Выезжай Тут какой-то Румын Начал парковаться Сейчас Посмотрим Короче Сейчас Выезжаю Не торопись Короче Не разгоняйся Сильно Сейчас Вот так Я думал Он меня ждет А он Да Смотрите Какая дорога Раздолбанная Фора передо мной Ходуном ходит Здесь Ох Я хера себе Вот это жесть Теперь понятно Чего он Ходуном ходит Всё Я думаю Что Ух ты Ё-моё Нифига Здесь ямы Просто Жесть Кошмар Да Нифига Таких Дыр И ям В асфальте Я еще пока Не видел Ни в одной стране Из всех Которых был Просто Жесть Смотрите Видите Двери у всех Открыты Фурщики Оставляют двери Открытыми Чтобы им не Резали тенты У всех Кто в Англии Ездит Резанные тенты Я вам хотел снять Не успел Сниму Покажу Все тенты Дырочку Порезанные Эти ребятки Баклажанчики Ё-моё А тут-то Как выезжать А вот У меня Наклеечка Есть Ага Ну вот Баклажанчики Ребята Режут Дырки В тенте И смотрят Что внутри Лежит И многие Водилы Чтобы Сохранить Тент Чтобы Ну тент Портят Режут Потом тебе Заклеивать Его надо Еще чего-то Они И просто делают Так Что если Груз какой-то Который им явно Не нужен Ну какой-нибудь Станок например Стоит Нафига Вот он им нужен Открываешь двери И все Ложишься спать Они если что Заглянули Посмотрели Что там нет Они обычно Что воруют Там Шмотки С Амазона Обувь Например Да Ну какие-то Вот такие мелочи Там Что можно спереть И продать А если там Например Какие-нибудь Железки стоят Там у тебя Железо Вот как у меня Какие-то штуки Для станков Ну вот что-то такое Что явно Не пригодится Воришкам То ты просто Двери открыл Спокойно И стоишь На паркинге И спишь Тебе не порежут Тент Сейчас увидите Тут много Кто с дверями Открытыми Сзади стоят На прицепах Сейчас кстати Горя стемнело И вот эти огоньки Красные Слева И белые Справа Видно гораздо лучше Чем было Когда только я выехал И обратил Ваше внимание На них Еду На корабль Субтитры сделал DimaTorzok Ну как видите Тут ширины Хватает Чуть ли не на две фуры Обладать Какими-то Навыками Мастера Вождения Не надо Чтобы Заехать На паром Ничего себе Такие волны Вам только Частично видно Здесь Вода Очень соленая Кстати Вот когда я снимал В прошлый раз На пароме Когда меня сносило Я потом Зашел Когда губы Облизал И прям Соль Вообще Была Жесткая Потому что Вода Льет Везде Лицо Мокрое Куртка Тоже Вся Соленая Сейчас Посмотрим Куда Нас Нам Отправят В какой Ряд Продолжение следует это вход такой у нас душ на этом пароме входишь сюда вот сам душ только одна кнопка не мыло не фену даже этих нет на что повесить короче вот крючки ну короче вот такая вот история выезд слева в англии все теперь на парковочку удержим это сейчас такая жесть была вообще что за фигня он говорит выкидывай нахер эти знаки это типа мигранты короче их выставили нашли мигрантов прицепе только дорого в англии